Всем доброго времени суток! Уже писали личку, когда будет сборка. Вот этот момент и настал. Данная сборка собиралась под железо, которое было в наличии, и то, что не хватало, было закуплено на вторичном рынке. Ссылки на комплектующие оставлю в описании, там есть достойное железо, а за лайк и подписку буду благодарен. Корпус был куплен с нуля в моем городе и стоил он 1700 рублей. Я знаю, что можно было дешевле, но у нас других не было. Поэтому я приобрел этот вариант, неизвестная мне фирма, но в ней есть два вентилятора на 90 мм с красной подсветкой. Материнская плата от фирмы Asus P8 P67 Pro на сокете 1155 с целой кучей разных фишек и подразгонные процессоры. Изначально она закупалась для майнинг фирмы, но потом была продана мне с другим железом за полцены. Поддерживает процессоры на ядрах Sandy Bridge и Eevee Bridge, форм-фактор ATX, есть встроенный Bluetooth, USB 3.0, порт 1394 и SPDF. Довольно хорошее охлаждение на цепях питания, поддержка SLI или Crossfire X, а также поддержка оперативной памяти до 32 гигабайт. Я уже обозревал эту модель платы на канале, поэтому не буду зацикливаться на ней, но она очень хорошая, это не сказать не могу. Продолжение следует... Память тоже был со вторичного ринка, две планки по 2 гигабайт на частоте 1333 МГц и получилось в двухканальном режиме. Блок питания от Foxconn на 450 Вт по 12 Вольтовой линии выдаёт 380 Вт и для этой сборки его хватит с запасом. А вот процессор с моего компьютера Intel Core i5-2400 оставался после апгрейда моего железа, ссылку на выпуск оставлю в описании, посмотрите обязательно. Видеокарта от AMD Radeon HD 5700 на 1 гигабайт памяти и с охлаждением от фирмы MSI. Было оно перекинуто из-за испорченного вентилятора родного охлаждения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну и жёсткий диск от Seagate на 1 ТБ был куплен за 2000 рублей и в хорошем состоянии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! в надежде воскресить его и включить в сборку, но накопитель, к сожалению, не заработал. А теперь тестов выиграв, вся информация на экране, и сразу скажу, процессор силен для этой карты. И как вы уже поняли, данное железо было собрано немного ранее, и эта сборка продолжает выполнять свои функции. В идеале было бы поставить сюда карту GTX 750 Ti на 2 ГБ, или 1050 на 2, или 4 ГБ, и, конечно, еще 4 ГБ оперативки. Покупателю я сказал, что при желании системник можно проапградить, если это вдруг случится, сделаю выпуск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такая сборка получилась сегодня. Качество съемки не на высшем уровне, на тот момент я еще не умел правильно настраивать зеркалку от Canon. Но, думаю, это не проблема, и уже в следующих выпусках качество будет на должном уровне. Ну а этот подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения!